Окей, Гугл, что же людям интересно в SCP? Какие объекты пугают и волнуют больше всего? А ну да. Всем привет. За последнее время Сиреноголовый приобрел какую-то невообразимую популярность и даже PewDiePie сделал по нему видео. При этом все пытаются найти человека Сирена в SCP, но не могут, потому что объект не включили в официальный список и, судя по тому атомному срачу, который разразился из-за него, теперь уже точно не включат. Своё мнение по поводу Человека Сирены я уже высказывал в другом видео, но не так давно наконец-то высказался сам автор. Человек, который придумал Сиреноголового изначально. Тревор сказал, что он читает и любит SCP, но Сиреноголовый это не SCP и никогда им не был. Но если автор не хочет, чтобы Сиреноголовый был SCP, то, наверное, не нужно делать из него SCP. Тем более, что официальным SCP стал другой его персонаж, которого Тревор называет Большой Чарли. В фонде он зовется объектом SCP-4158. Вот его продвинуть в качестве замены Сиреноголовому в интернете было бы отлично. Сразу же нашлась тема для пары новых видео. Но что-то тут нечисто. Ведь если Тревор любит SCP и совсем не против того, чтобы один из его персонажей попал на содержание фонда, почему по поводу другого своего персонажа у него такое резко противоположное мнение? Звучит как вещь, в которой надо разобраться. И для начала, откуда же тогда взялся SCP-6879, которого так часто считают Сиреноголовым в SCP? Я немного зарылся в это дело и выяснил, что SCP-6879 придумали Майнкрафтеры. Но не все Майнкрафтеры сразу, а конкретный человек, под ником NewscapePro. Не совсем понятно, кто создал статью саму по себе. Но сразу же после появления Сирена на сайте Песочница, NewscapePro начал делать по нему контент, как по каноничному SCP. И учитывая, что его канал по Майнкрафту смотрит 800 тысяч человек, неудивительно, что статья так хайпанула. После этого тысячи, десятки тысяч его подписчиков устроили целый набег на сообщество SCP. Это, ожидаемо, вызвало большую негативную реакцию. Потому SCP-6879 уже точно не стать каноничным объектом. В одном из прошлых своих видео я говорил, что причина того, почему Сиреноголового не принимают в SCP, как-то непонятно. Но теперь она стала ясна. Да, десятки тысяч детей, половина из которых говорит, что Сиреноголовый — это официальная SCP, а другая говорит, что SCP ворует существ у Тревора. Это должно быть как минимум страшно. Один из участников сообщества фонда даже написал на реддите, что зрители с канала NewscapePro, которые не понимают, как устроена SCP и в основном являются детьми, предполагая, что Сиреноголовый уже опубликован на официальном сайте, своими бесконечными срачами чуть не поссорили SCP известного художника. А это довольно-таки плохо. Это и есть основная и единственная причина того, почему никакого Сиреноголова в SCP не будет. Как по мне, это не очень хорошо, что довольно популярную штуку в итоге не возьмут в SCP, из-за того, что у одного Майнкрафтера слишком отбитое сообщество. Но так получилось, как говорится, фарш обратно не проворачивается. Но нет худа без добра. Вокруг Сиреноголового начало собираться собственное сообщество, которое пишет свои уникальные истории. Так что, возможно, скоро нас ждет много интересного. В то же время, в самом SCP происходит некоторая другая драма. Ну, вернее, происходит довольно много всего. Потому, собственно, и настало время этого видео. Того самого, из которого мы узнаем, что же делается в SCP. Да, а до этого это все было вступление. С сайта ушел доктор Брайт. Кто не знал, большинство персонажей SCP – это реальные люди, которые имеют отношение к сообществу. И у них есть свои как бы представители вымышленной вселенной SCP. И вот один из таких людей, который стоял у истоков, сказал «Я устал, я ухожу». Ничего особо драматичного. Просто человеку надоело заниматься 10 лет одним и тем же. Однако он обещал оставаться на связи и, так сказать, решать какие-то вопросики с человечками, если будет надо. Ладно, тут не на что смотреть. Я же обещал драму. Короче говоря, драма в том, что ходят такие разговоры, что возрастной рейтинг SCP может существенно подняться и в ближайшее время стать 18+. И у нас здесь будет такой суровый, хардкорный SCP, не боящийся никаких жестких тем и всяких ужасов. Хотя подождите-ка, ведь сейчас-то оно, в общем-то, так и есть. Так в чем же дело? С чего же все начиналось? SCP – это уже давно огромное международное сообщество. И потому оно вынуждено жить по правилам, принятым в этом огромном и сложном мире. На английском сайте есть целая группа людей, которые занимаются тем, что защищает фанатов SCP от неприемлемого поведения разных неприятных личностей. Ее возглавляет доктор Манн, персонаж которого, кстати, как и Брайт, тоже часто встречается в файлах секретного фонда. И недавно Манн, то есть реальный человек, который Манн, сообщил о том, что произошла какая-то скользкая история, что один пользователь сайта затеял неприятную переписку с другим, в которой затрагивались эротические темы. И ладно бы только это. Редко, что ли, кто-то кому-то что-то обещает куда-то засунуть. Но жертве, ко всему прочему, оказалось маловато лет для восприятия таких, скажем так, тем. И этот пользователь оказался, как пишет Манн, довольно известной личностью в сообществе. Всех причастных, конечно же, сразу забанили и вообще изгнали с позором. И вот теперь сидят и думают, что делать и кто виноват, если такие ситуации случаются. И нет бы решить, что виноваты просто какие-то отдельные личности, которые не умеют держать себя в руках. Решили, что виновата возрастная политика SCP и что ее срочно надо менять. На сайте, где проходит заседание Совета О5 Фонда, да, такой есть, сейчас открыли целое голосование на тему того, чтобы поднимать минимальный возраст пользователей SCP. Прямо сейчас возраст входа на сайт ограничен 15 годами. На следующий год предлагается ввести ограничение в 16 лет, через год 17 лет и через 2 года 18 лет. То есть к 2023 году никого младше 18 лет на официальных сайтах SCP остаться не должно. А в этот промежуточный этап предполагается повесить на сайт предупреждение, что некоторые страницы могут содержать материалы для взрослых. И знаете что? Я не нашел среди голосовавших ни одного против. Народ просто с каким-то яростным воодушевлением подхватил эту идею. А это значит, что через 3 года люди младше 18 лет не смогут оказывать абсолютно никакого влияния на сообщество. А сам SCP наполнится всем тем, что не проходило под старое ограничение в 15 лет. Хотя конечно остается вопрос, как это все будет проверяться? И вообще возможно ли проверять возраст всех тех, кто зарегистрирован на сайте? Но то, что само сообщество сильно изменится, это совершенно точно. Да, в комментариях все интересуются, что там у мистера, который вцепился в свой товарный знак и уже начал строить из себя просто какого-то карикатурного злодея из комиксов. Юридическая компания, которая занимается судом, сообщила, что заседание, которое должно было пройти в антимонопольном ведомстве в конце апреля, перенесли на 21 мая. Перенесли его из-за коровьего уровня. Будем надеяться, что 21 числа этого не произойдет снова, и мистер Д получит по заслугам. Ну а вне зависимости от того, чем закончится это заседание, после него будет уже обращение в суд по патентным правам, где нас ждет уже большой финал всей этой истории, который, как я надеюсь, будет радостным для всего сообщества всего мира. А кто не знает, о чем речь, где-то на экране появилась подсказка. Ну чего мы все про скандалы и интриги? Давайте и про нормальную жизнь фонда SCP поговорим. Тут все довольно нехитро. Снова конкурсы авторов и некоторые общие улучшения. В RU филиале происходит конкурс на тему изоляции и одиночества. Вполне себе актуально. Мастера слова посоревнуются между собой за секретный приз, а читателей ждет несколько новых рассказов, от которых будет веять забвением. Оставлю ссылку на страницу конкурса в описании. Можете изучить условия и даже принять участие. На англоязычном сайте затеяли какую-то хитрую дичь под названием «Exquid Corps», что можно перевести как «Изысканный труп». И «Изысканный труп» — это такая форма искусства, когда одно произведение создается большим числом художников, каждый из которых вносит что-то свое по определенным правилам. В нашем случае несколько авторов SCP напишут некоторое количество объектов по такому принципу, а затем голосованием люди на сайте определят, получилось ли у них что-то хорошее или нет. Как эксперимент довольно интересно. Да, еще вы могли заметить, что на страницах некоторых объектов появилась странная цветастая штука и множество значков вокруг нее. Это не просто так. Видео про классы объектов я говорил, что их, этих классов, развелось слишком много. И с этим надо что-то делать. Короче, сделали. Теперь в SCP есть подробная система классификации объектов под названием ICS, суть которой в том, что она оценивает объекты по нескольким параметрам. Классов содержания теперь, как и в старые добрые времена, четыре. Не считая служебных — это безопасный, евклид, кетер и эзотерический. Все эти аполеоны, туумиэли и прочие подобные — это теперь просто под виды эзотерического. То есть стало, как и должно быть, безопасный, евклид, кетер и хрень какая-то. Кроме того, теперь есть не только классы содержания, но и классы нарушений условий содержания, которые определяют, насколько быстро и далеко убежит аномалия в случае нарушений содержания. Также добавлены очевидные классы опасности и классы секретности. Новая система классификации значков вроде как не нацелена на то, чтобы полностью заменить старую, но уже даже некоторые классические объекты стали оценивать по ней. Короче говоря, SCP растет, развивается, дела делаются, скандалы скандалятся, интриги расследуются. Как вам такие новости? Вадошевляют ли вас такие эпические события? Напишите, что думаете, что из этого вас больше впечатляет. Всем пока!